всем привет вот так я пришла из садика ваню отвела в садик а у нас сегодня по четвергам всегда приезжает машина великолугская ну вот думаю дай зайду хотела купить вот так вот грудинки сейчас буду делать знаете вот просто ее пожарю мелкими полосками потом моркови добавлю лука будет такая знаете как типа пережарки только вот с грудинкой и макароны творю и туда такой у нас будет сегодня не замысловатый ужин там у меня вроде бы и было грудинку ну что мы чуть-чуть поэтому взяла вот две таких не знаю насколько они узнаете еще от косточка сверху но это ребром сейчас я ее отрежет и в этом тоже там это не знаю есть косточку да чуть ну тут вообще вот такая малюсенькая вашей кусок отличный просто это хорошие вот такие взяла тут печень не знаю тоже сколько ну я просила полкило здесь может побольше чуть печень свина она сказала свежая вообще в этот раз очень хорошая здесь косточек ну около килограмма так они по 120 она мне здесь он 91 рубль то что меня больше не было вот представляете у меня было ровно 91 рубль оставался как раз но после этого тут сардельки свинные тоже взяла за тут на на 5 4 или 3 и вот такую пачку сосиски с сыром взяла никогда не брала не знаю какие они хорошие нет и тут у меня целый пакет вот такой большой майка здесь килограмм 7 вот такие вот написан набор для холодца но тут только вот ноги вот эти вот но я беру собаки вообще отлично по 35 рублей всего лишь представляете как дешево у меня собака скажет точно спасибо так и потом мы пока там вот стояли покупали только мы сели в машину а если не опять вот с этой вот леной которая возит внуков садик и вот мы с ней купили только все загрузили в машину я свой пакет она свой и как раз едет у нас такие приезжают тоже раз в неделю но они приезжают и бывают в понедельник и вторник в среду в общем когда у них есть время ну шмотки тому такие знаете общем китайские такие самые дешевые там и на привозке общем вот я купил настя там постельку полуторку пока его то у нас совсем ничего нет старью одну общем такой вот и купила тем более вот у нее был день рождения ее бабушка которая в общем бывшего и прислала ей там денежки чуть-чуть вот я ей оставлю как раз на толстовку там и вот постель брена недорогой 950 рублей именно вот это вот стоит но она говорит что она хорошая не линяет ничего говорит всегда так вот вожу именно вот это вот еще такое было за 2 но мне никак такое не купить в общем то это я купила на смену там есть такой розовый большой зонт я брала на всякий случай то что у нас погода вообще нет они что смотрите какие купила классные носки называется носки норка ну такие они мягкие прям вообще боже мой так и хочется их прямо сейчас даже напялить вот я такие себе взяла и очень вот такие вот еще взяла двое одни такие серенькие и черные вот не знаю скажу настя чтобы она выбрала а и одну маме купила в общем маме себе и настя такие трусы себе взяла и такие они тоже были по 100 рублей и носки по моему по 100 рублей что не буду показывать он стоит 350 рублей знаете спереди на пуговках очень удобная вот один раз купила и мне вообще нравится и другие больше никакие себе не покупаю только такие сейчас у меня уже 10 ящи так долго проходила сейчас быстренько попью капучино потому что меня же все там в желудке уже сосет и надо убираться срочно ванька вчера ел эти сырки такие вот эти вот сладкие такие сырки в шоколаде и прямо этот шоколад у него падала сидел как раз на горшке он все там растет я конечно там все это вымыла вчера но знаете все равно такое пятно осталось сейчас буду убираться как следует полы подумать в общем и все в этом духе кушать приготовлю посмотрим надо стирку включить с улицы принести снять всех кормить общем дел выше крыши порезала я грудинку без масла без ничего она сама все это сам вот это все вытапливаете не надо еще добавлять ни в какого масла быть намного вкуснее запах очень вкусно от этого свежего грудинки сало через стиры он такая с одной стороны жирноватая там мало было мяса вот я еще с другого порезала так здесь я уже луком порезала морковки натерла и картошка для три таких больших здесь кусок вот этот я делила уже вот от кости сейчас я ее тоже порежу и вот это еще раз делаю тут такая небольшая совсем уступа только косточка такая маленькая так сейчас сало вытопиться туда кину картошку он порежу и потом минут за 15 до готовности отправлю лук и морковь будет у нас такая вкуснятина хотя я говорила что буду делать с макаронами но я передумала насти уже у нас дома у нее судьбу только три урока до 11 часов что она дома давно может не пообедали она смотрит дурамы какую-то каменная все сидит тут ржет вот под эти уроки делать на завтра я буду доделывать уже на вечер сейчас там еще белье как раз выстирается пойдем на улицу по ней вроде пока у нас нет дождя но пасмурно солнце не целый день все равно я люблю когда с улицы картошка наша готова такая вот красивая получили не развалилась в каше представляете пошла я тут хожу вот около собаки вот где пруд тут береза вот это и вот около вот это береза хожу вот где поле и нашла гриб ну конечно он уже такой старый еще один смотрите прикол блин как я тут до этого хана правда я уже давно тут не ходила два гриба нашла обалдеть так грибов охочется жареная и супа знаете такого не шампиньонами сырного а вот с такими лесными грибами далеко залезла туда такой грибочек вроде нормально смотрите чистый а я пахнет это просто шикарно но этот конечно нет и у этого смотрите какая шляпа то чистая даже не съеденная вот какой красивый там он улитка даже сидит внутри или это не улитка нет это не улитка я думала это улитка вот я два гриба нашла обалдеть блин надо еще тут посмотреть походить но наверное больше нет что ж мне тут куча будет что ли а там около березы где вот совсем собака там щенит одни дуньки выросли целая прям поляна я не знаю сколько их там на штук 15 но здесь вот нашла два грибочка я очень рада положу их в морозилку может быть еще когда-нибудь найдем я выносила тут ведерко у меня там несколько огурцов валялось и помидоры но испортились и отходила выкидывала на помойку копаю грядку под чеснок такие красивые сейчас деревья дали такие желтые желтые у нас главное было солнышко светило и все ветер поднялся и солнце исчезло благополучно чем начала копать гряду под чеснок процентов 70 на раскопала принесла навоза ведро высыпала хочу завтра наверное ой хочу завтра или сегодня может вечером еще не знаю посмотрим хочу посадить чеснок уже пора совсем пора уж правда никто еще не сажал из моих знакомых но я думаю что уже пора тем более на следующий день же передают снег грибы оказались вообще даже не червивые но не грамма хорошие на правду их мало тут такой маленький пакетик получилось он там был как я показывал один маленький другой побольше хорошие вот всего лишь столько вот отходов больше нет я себе поставила пушицу тут у меня кабачок 2 перчинки 1 помидорка морковка и лучинка сейчас это потушу и что-то знаете я вспомнила от морковь когда чистила вспомнила что я давным-давно не делала натертую морковь чесноком и с майонезом чуть мне так захотелось сейчас пойду еще на дергу морковки немного у меня там два рядка я оставила не выкапывала специально чтобы так вот мало ли захочется да и суп добавить или куда-то там жарко еще куда поэтому я счету ну уже там не два ряда конечно а полтора и сейчас я там как раз подкопал чтобы она лучше выдергивалась и пойду сейчас я еще морковки принесу такая вот морковка получилась вкусненькая знаете терла столько много когда размешала вместе с майонезом она как-то быстро уменьшилась несколько раз и столько чуть-чуть вообще получилось ну ладно нам хватит по чуть-чуть и врагу мою овощное все тушится тушится никак не потушится я хочу знать чтобы она чуть-чуть поджарилась поэтому я крышку открыла теперь выпариваю эту жидкость как вот она выпарится чуть-чуть поджарится чтобы не было я не люблю знать кого-то это размазня жидкая и буду потом обедать всем приятного тоже аппетита